Сборная мира Давайте-ка мы поздравим автора этой заброшенной шайбы Томаша Гику Который записывает второй результативный бросок на свой счет Но вы знаете, настолько незаметно он исполнил этот буллит Будем так, знаете, метафорически прокомментируем вот этот игровой эпизод Вы все сами видели, здесь нечего комментировать Нет игры высоко поднято к листу Шайба остается в зоне Ришкова Динамо Это все подбросок, отставление последовало Седлов бросало, тут же подставлял колюшечку Томаш Гика Вот момент! Ложный бросок! Ох, как здорово Вилл сыграл! Выдвинулся вперед, шайбу принял грудью Заметьте, не на грудь, а грудью Пока есть превосходство в одного игрока И действуют таки из-за Челябинского трактора Пятером против четверки! Корижаны в итоге, в итоге Рижские болельщики или латвийские болельщики скажут на карту Комментатор, но вторая шайба под заново с первого периода Влетает в ворота Маковского Вот так вот! Давайте поздравим Господина Пулкинена А пока мы видим, как эту историю создают в атаке челябинские хоккеисты Быстрая такая перепасовка Бросок по воротам и третья шайба! Третья шайба в воротах И отличился Кулик Вот так вот! 44 номер Евгений Куликов В нынешнем чемпионате Открывает свой лицевой счет С заброшенным шайбом Ну а челябинцы Не позволяют сопернику воспользоваться собственными ошибками Вот здесь очень здорово Очень здорово отыграл форвард Алексей Бывальцев Он подстраховал Маменко! Потеряли из виду шайбу И защитники челябинского трактора И вратарь Роман Гил Никто не помешал рижскому хоккеисту Отправить шайбу уже практически в пустые ворота Вот интрига! Поздравим мы Скворцова 13 номер Гуннер Скворцов Ну во-первых, не будем забывать, что У него сегодня первая игра вообще в нынешнем сезоне В континентальной хоккейной лиге И сразу хороший подарок в дебюте Подкидочка, но шайбан еще не будет укротиться Вот это да! Ну, явно челябинцы любят играть в бейсбол Поздравим тыртышного По-бейсбольному, не нарушая правил Колюшка не была поднята выше перекладины И четвертая шайба ворота крышского «Динамо» Да, при такой игре, мне кажется, режима не удастся Используйтесь напрямую Ну, такие ошибки делать Ну, как же так? Вот сейчас, если последует передача Седлова Она последовала Ну и вот вам, пожалуйста, в меньшинстве В меньшинстве добивается успеха Лухаш Седлов А только мы с вами стали вслух рассуждать Последует ли передача Она последовала и, увы Да, провал в игре урежан Никак не могут они наладить Атакующие действия Может, сейчас что-то получится Опять уточна передача Но все-таки дошла шайба И в итоге не с первого раза Накрывает ее Роман Гилл Карсунс в объявл О-о-о Удар, удар, еще удар Опять удар и вот Но тут уже борьба Но это бои без правил Конечно, ламсмены вмешиваются Ладно, пока вы наблюдаете эту картину Я вам доскажу эту историю Так вот Второй чемпионат Советского Союза 47-48 Играли московские команды Спартак, Крылья Советов, Динамо И все потеряли там очки И лишь армейцам удалось на выезде одержать победу В чем причина, спросите вы Потому что, да, наши, наши Российские хоккеисты Имели великолепную коньковую подготовку Потому что блестяще играли в хоккей с мячом Брасоний в очередной раз остается за Челябинцем Бейлин Брасок И вот она шестая шайба в воротах Да Итак, смотрите, чтобы теперь па уже есть И я вам расскажу Значит, удаление у Виталия Абрамова За грубость По времени есть же армейцам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...